Переход Единого Бога, у которого все под контролем И есть люди, которые возмущаются теми безобразиями, которые здесь происходят И, по их мнению, никаким Богом контролироваться не могут Получается так, что мы видим действительно вокруг себя два совершенно разных мира Первый мир – это жилой мир природы Который действительно живет по божественным законам Который действительно находится под контролем содержителя И есть второй мир, который существует вместе с первым Это мир человеческого социума Это мир вражды, мир насилия И никаких божественных законов в этом мире нет Он живет по совершенно другим законам Как это могло случиться? И почему существует два таких разных мира одновременно? Потому что тот мир, который мы называем миром паразитов и насильников Это мир, паразитирующий на живом мире Он паразитирует не только на живой природе Он паразитирует и на тех людях, которые были созданы дворцом Фактически получается, что и землю, и этих людей грабят Спрашивается, кто бы мог это сделать? Оказывается, что когда-то мир был един И действительно управлялся божественными законами на земле Но этот мир был захвачен, ну скажем так, чужеродным разумом На самом деле эти силы пришли из космоса Это не земные силы И установили они здесь свои собственные порядки В результате человеческой цивилизации Не является самой сильной цивилизацией, которая существует на земле Есть цивилизации сильнее, и мы находимся практически в них В рабстве Это нужно понимать И тот, кто не хочет этого понимать Тот не понимает на самом деле той ситуации, которая сложилась Потому что и вот этот процесс уничтожения старого мира И естественное строительство нового мира, который должен его заменить Мы называем переходом Получается, что силы космоса и вседержитель заменили конец света К которому ушло человечество И продолжают, собственно говоря, идти Потому что это путь самоуничтожения Был заменен на переход в тот мир В котором должны господствовать божественные законы И где главным законом будет закон любви То есть это мир любви И мы, конечно, должны были бы попасть в этот мир Если бы мы могли Дело в том, что система безопасности нового мира Или иммунная система Поскольку это живая система Она устроена таким образом Что она работает не на социальном уровне А она работает на уровне пространственном То есть человек, не имеющий определенных энергий Определенной высоты Частот Есть разные способы измерения Он просто туда не попадет Поэтому те люди, которые будут строить новый мир Они будут обладать совершенно особыми качествами И эти качества можно заранее было бы проверить Или протестировать И сказать Может этот человек, скажем, попасть в новый мир Или ему это будет невозможно В системе единого знания Которую я представляю Мы как раз и старались создать такую возможность То есть возможность тестирования людей И возможность с помощью им Приобрести те необходимые качества Которые нужны для строителей нового мира Новый мир – это мир любви Вообще-то говоря Мы этот мир видим в живой природе И на самом деле любой нормальный человек Он бежит из мира социума Он бежит в мир живой природы В деревню бежит, в лес, на реку Короче говоря Это мир, в котором нету тех Скажем так Тех порядков, которые сейчас установлены Ну, например Все люди согнаны в города В которых идет В которых работает комбинат Отъема у них энергии Идет откровенный грабеж Грабится как энергия людей Так и грабится сама Земля То есть ее недра Причем Если спросить А куда все это девается Все это вывозится с Земли в космос Количество Летающих тарелок Которое регистрируется ежедневно Измеряется сотнями Поэтому мы должны сказать Что и средства массовой информации И те, кто находится У руля Они не заинтересованы в том Чтобы сообщать людям О том, что действительно происходит И люди должны сами принимать для себя решение Что они собираются дальше делать И люди обязательно будут участвовать В этом процессе перехода Потому что кто-то защищает Свои интересы в старом мире Кто-то собирается что-то сделать в новом мире Если вам этот мир не нравится Значит вы должны подумать о том Что сделать для того Чтобы построить тот мир Который бы вы хотели Главное свойство рабского сознания Это отсутствие ответственности Поэтому до тех пор Пока люди будут перекладывать ответственность На других Очень трудно будет создать Единство в народе Который хотел бы освободиться Из того состояния рабского В котором он сейчас находится Это первое, что нужно сказать Дело в том, что и средства массовой информации И религии И все, кто находится у власти Все на самом деле Человека Стараются Поставить в такое состояние Чтобы он ничего не смог сделать А сделать это очень просто Для этого человека нужно просто Состояние его души Сделать Разрушительным Негативным Отрицательным То есть у него должны быть Отрицательные эмоции Это делается с помощью Нагнетания страха Нагнетания неуверенности в себе Тревоги И других различных Отрицательных эмоций Механизм очень простой И очень эффективный И этим механизмом Пользовались во все века Те, кто был у власти И те, кто управлял человеком То есть религией То есть управляли Как бы его Духовным миром Поэтому каждый должен подумать о том В каком состоянии Находится его душа И в каком состоянии Находится его разум Потому что Это именно те две составляющие Человека Как такового Его духовности Его душевности Которые определяют И все его поведение И его состояние Ну и естественно Результат того И другого Фактически получается так Что все мы должны Подумать о своей судьбе Подумать о том Каким образом мы попали В то положение В котором мы сейчас находимся И сделать для себя вывод Собираетесь вы что-нибудь менять Или вы ничего менять не собираетесь Вас все устраивает Фактически Нужно понять Что казнь Тех кто провинился Скажем так Кто воровал Кто насиловал Кто грабил Кто убивал Кара будет очень страшная Уничтожаться будет Весь род Вплоть до того Любовники Любовницы Всех с кем вы имели дело Все вокруг вас Если вы винат И будут уничтожены Когда то Серафим Саровский 200 лет назад Сказал Что больше всего Крови прольется На казнях Вот теперь пришло Это время Если подумать Об этом То можно Не тактически думать Что я сделаю Когда начнет Все меняться А просто взять И изменить себя Сделать себя Таким Каким нас хочет Видеть Творец Есть несколько вещей Которые нужно сделать В основном Все эти вещи Касаются изменения Состояния сознания Дело в том Что человек Управляется сознанием И Пока его сознание Забито всякими Неправильными Чужеродными Программами Именно рабскими Программами Вот Он не сможет Вырваться Из этого Мира То есть Он будет По-прежнему Сам себя Загонять В стойло В которое Его когда-то Поставили Для этого Нужно Сделать Во-первых Убрать Тех Управителей Которые И паразитов Которые Сидят На нем Сейчас Это Различные Демоны Различные Подселенцы И Просто Управляющие Программы Маги Маги Которые Им Управляют Подключенцы Которые Просто Откровенно Сосут Энергию Из Чакр Человека Это могут Быть даже Ближайшие Родственники Избавиться Избавиться От всех Внешних Паразитов Потому что Они лишают Человека Энергии Которая Ему Нужна Для Изменения Себя Второе Что нужно Сделать Это Нужно Посмотреть Нет ли Зловредных Воздействий На человека Как то Колдовства Маги Гипноза То есть Все Вот эти Вот Вещи И последствия Даже Когда Скажем Они Когда-то Были Убраны Вот Могут Остаться Последствия От этого Все это Тоже Нужно Обязательно С Человека Снег То есть Нужно Очищение От Внешних Воздействий Кроме Того Воздействия Могут Быть Со Стороны Просто Окружающей Среды Скажем Наличие Патогенных Зон Наличие Воздействия Скажем Соседей Или Каких-то Производств Вот Это Тоже Все Нужно Обязательно Очищать Человеку В сознании После Того Как Сделаны Вот Эти Две Вещи Значит Можно Заняться Изменением Или Очищением Его Кармы Что Такой Карма Карма Это Для Современного Человека Земли Фактически Повешенной На него Вина Со стороны Тех Кто На самом деле Занимался Устройством Этого Мира Грабежом Насилием Здесь И боги И люди Вот И те люди Которые В этом Участвовали Это мы Очень часто Вот И Хотя Как бы мы Чужую карму Вроде бы Так сказать Отрабатываем Она не наша Нас заставили Жить В таких Условиях Нас заставили Грабить Убивать Насилов Но Тот Кто Это Делал Тот Вложил Туда Свою Энергию То есть Любой Человек Который Участвовал В этой Безумной Жизни Он Вложил Эту Энергию И И Теперь Он Ее Постоянно Носят В себе То есть Если Вы Например Кого-то Убили Я Это Говорю Непредположительно На Каждом Человеке На Сам Деле Находится Кровь Десятков Сотен Иногда Тысяч Людей И Вот Эти Все Энергии Которые В нем Сидят Они Как Магнит Притягивают К себе Из внешнего Мира Притягивают Точно Такие Же Энергии И Человек Фактически Бессилен Перед тем Злом Которое На Него Все Время Накатывается Как Волны Дело В том Что Большинство Людей Прожили Несколько Сотен Жизней И В течение Если Вы Просто Начнете Изучать Историю Вы Увидите Сколько Там Совершено Зла Спрашивается А Кто Это Делал А Это Мы И Делаем Поэтому На Каждом Есть Как Я Если Мы Говорим Только О Самых Страшных Проявлениях О Самом Большом Грехе Который У Человек Может Быть На самом деле Есть Много Еще Других вещей Насилие Принуждение Которые Точно Так же Сидят В Человеке Формирует Его Поведение Формирует Его Мысли Формирует Его Чувства И Вот Все Это Нужно Очищать Не Очистив Этого Вы Не Сможете Достичь Тех Как Говорят Вибрации Которые Необходимы Для Попадания В Новый Мир То Есть Нас Воспитывают Как раз Не в Любви А в Полной Противоположности И Поэтому Нужно Посмотреть Кого Ты Вообще Любишь Вокруг Любишь Ли Ты Вообще Кого Нибудь Или Для Тебя Все Безразлично Для Тебя Важно Только То Какое Место Ты Занимаешь В Обществе Насколько Ты Важен Насколько Ты Чувствуешь Себя Вольготно Свободно Настоящая Свобода Заключается В том Что Человек Имеет Положительные Эмоции И Ни От Кого Не Зависит Это Очень Важный Момент В психологии О Котором Психология Вообще Молчит Значит Кроме Изменения Нравственности О Которой Я Сейчас Говорил Очень Важно Менять Мировоззрение Мировоззрение Сейчас У людей Построено Таким Образом Что Вот Эта Вот Любовь О которой Мы Говорили Это На самом Деле Что Такое Это И Закон Это И Основной Жизненный Ресурс Это И Способ Общения Между Людьми Так Вот Эта Любовь Она Игнорируется Современным Обществом Во голове Ее Стоит На самом Другой Жизненный Ресурс Псевдо Жизненный Ресурс Это Деньги И Практически Ради Денег Люди И Живут Во всяком Случа Таким Образом Их Настраивают Для Того Чтобы Изменить Мировоззрение Нужно Понимать Вообще Что Это Такое Мировоззрение Или Скажем Так Основная Часть Мировоззрения Система Ценностей Она Зависит От Того Как Человек Относится К Божественной Любви Первое Качество Любви Это Умение Любить Причем Умение Любить Себя И Умение Любить Других Умение Любить Природу То есть Умение Любить Бога Во всех Его Проявлениях Которые Вокруг Вокруг Нас И В Нас Самих Второе Это Мудрость То есть Умение Правильно Реагировать Эмоционально Реагировать На все События Внешней Жизни Правильно Реагировать Это значит На все Реагировать Положительными Эмоциями А не Отрицательными Как это У нас Часто Бывает Третье Это Трудолюбие Трудолюбие Это то Что дает Человеку На самом Деле Самое Большое Количество Положительных Эмоций Если Он Трудится Если Он Получает Результаты Труда И Если Его Правильно Оценивает Общество Следующее Это Ответственность Про ответственность Я уже Немножко Говорил Вот И Последнее Важное Качество Пятое Качество Это Самоутверждение Самоутверждение Это вещь Которая Человеку Совершенно Необходима Если Он Творец Если Он Что-то Хочет Создавать Он Должен Обязательно Уважать Себя Чтобы Уважали Его Другие Есть Самоутверждение За счет Принижения Так Сказать Других А есть Самоутверждение За счет Собственного Роста За счет Изменения В сторону Понимания Что такое Любовь Поэтому Нам Нужно В нашем Обществе Обязательно Заняться Делами Воспитания Особенно Воспитание Детей Но И Объяснять Людям Что Именно Вот эти Пять Качеств Являются Основой Творца Нового Мира Нужно Коснуться Того Метода С помощью Которого Мы Оцениваем Готовность Человека Перейти В Новый Мир Дело В том Что Современная Психология Как Таука Она Является Не Столько Наукой Сколько Способом Ремонта Человеческой Души Потому Что В основном Она Содержит Набор Средств Как Человеку Помогать В трудных Состояниях Наибольшего Создать Правильные Представления О том Что Человеку Мешает В этой Жизни Жить По Божественным Законам Единое знание Которым я Занимаюсь В течение 15 лет Позволила Мне Создать Науку О Душе То есть Показать Из чего Состоит Человеческая Душа Каким Образом Она Функционирует Каким Образом Можно На нее Влиять И Вот Эти Все знания Положены В основу Того Что Человеку Можно Помочь Духовно Развиваться Человеку Можно Помочь Изменить Своё Мировозрение То есть Поработать Над своим Разумом Поработать Над своей Душой И таким Образом Изменить Себя Потому что И разум И душа Управляют Человеком Хотя Человек Может Этого Не понимать И думать Что внешние События Им управляют На самом Деле Он На 100% Сам Отвечает За все То Что с Ним Происходит В жизни Были Разработаны Методики С помощью Которых Можно Помочь Человеку Изменить Себя Для этого Нужно Поработать Во-первых Над Очищением Кармы И во-вторых Научиться Любви Научиться Избавляться От Отрицательных Эмоций И отрицательных Чест Характера И тогда Человек Становится Совершенно Другим То есть Он Повышает Как свою Нравственность Так и Уровень Своего Разума Вот Такие Люди Они И будут Строителями Нового Мира Поэтому Нам Хотелось бы Чтобы те Люди Которые Решили Связать Свою Судьбу С Новым Миром Чтобы Они Приходили К нам И Чтобы Мы Могли Ему Помочь Это Сделать Сделать Редактор субтитров Она Устроена Таким Образом Что Она Работает Не на Социальном Уровне А Она Работает На Уровне Пространственном То Есть Человек Не имеющий Определенных Энергий Определенной Высоты Частот Есть Разные Способы Измерения Он Просто Туда Не Попадет Поэтому Те Люди Которые Будут Строить Новый Мир Они Будут Обладать Совершенно Особыми Качествами И Эти Качества Можно Заранее Было Бы Проверить Или Протестировать И Сказать Может Этот Человек Скажем Попасть В Новый Мир Или Ему Это Будет Невозможно В Системе Единого Знания Которую Как бы Я Представляю Мы Мы Старались Создать Такую Возможность То есть Возможность Тестирования Людей И Возможность С помощью Им Приобрести Те Необходимые Качества Которые Нужны Для Строителей Нового Мира Новый Мир Это Мир Любви Вообще Так Говоря Мы Этот Мир Видим В Живой Природе И На самом деле Любой Нормальный Человек Он Бежит Из Мира Социума Он Бежит В мир Живой Природы В деревню Бежит В лес На реку Короче Говоря Это Мир В котором Нету Тех Скажем Так Тех Порядков Которые Сейчас Установлены Ну Например Все Люди Согнаны В города В которых Идет В которых Работает Комбинат Отъема У них Энергии Идет Откровенный Грабеж Грабится Как Энергия Людей Так И Грабится Сама Земля То есть Ее Недра Причем Если Спросить А куда Все это Девается Все это Вывозится С Земли В космос Количество Летающих Тарелок Которые Регистрируются Ежедневно Измеряется Сотнями Поэтому Мы должны Сказать Что И средства Массоинформации И те Кто Находится У руля Они Не заинтересованы В том Чтобы Сообщать Людям О том Что Действительно Происходит И люди Должны Сами Принимать Для себя Решение Что Они Собираются Дальше Делать И люди Обязательно Будут Участвовать В этом Процессе Перехода Потому Что Кто-то Защищает Свои Интересы В старом Мире Кто-то Собирается Что-то Сделать В новом Мире Если Вам Этот мир Не нравится Значит Вы должны Подумать О том Что Сделать Для Того Чтобы Построить Тот Мир Который Вы Хотели Главное Свойство Рабского Сознания Это Отсутствие Ответственности Поэтому До тех Пор Пока Люди Будут Перекладывать Ответственность На Других Очень Трудно Будет Создать Единство В Народе Который Хотел Б Освободиться Из Того Состояния Рабского В Котором Он Сейчас Находится Это Первое Что нужно сказать Дело в том Что И Средства Массовой Информации И Религии И Все Кто Находится У власти Все На самом Деле Человека Стараются Поставить В такое Состояние Чтобы Он Ничего Не Смог Сделать А Сделать Это Очень Просто Для Этого Человека Нужно Просто Состояние Его Души Сделать Насколько Ты Важен Насколько Ты Чувствуешь Себя Вольготно Свободно Настоящая Свобода Заключается В том Что Человек Имеет Положительные Эмоции И ни от Кого Не Зависит Это Очень Важный Момент В психологии О котором Психология Вообще Молчит Значит Кроме Изменения Нравственности О которой Я сейчас Говорил Очень Важно Менять Мировоззрение Мировоззрение Сейчас У людей Построено Таким Образом Что Вот Эта Вот Любовь О которой Мы Говорили Это На самом Деле Что Такое Это И Закон Это И Основной Жизненный Ресурс Это И Способ Общения Между Людьми Так Вот Эта Любовь Она Игнорируется Современным Обществом Во голове Ее Стоит На самом Деле Другой Жизненный Ресурс Псевдо Жизненный Ресурс Это Деньги И Практически Ради Денег Люди И Живут Во всяком Случа Таким Образом Их Настраивают Для Того Чтобы Изменить Мировоззрение Нужно Понимать Вообще Что Это Такое Мировоззрение Или Скажем Так Основная Часть Мировоззрения Система Ценностей Она Зависит От Того Как Человек Относится К Божественной Любви Значит Первое Качество Любви Это Умение Любить Причем Умение Любить Себя И умение Любить Других Умение Любить Природу То есть Умение Любить Бога Во всех Его Проявлениях Которые вокруг нас И в нас самих Второе Это мудрость То есть Умение Правильно Реагировать Эмоционально Реагировать На все События Внешней Жизни Правильно Реагировать Это значит На все Реагировать Положительными Эмоциями А не отрицательными Как это у нас Часто бывает Третье Это Трудолюбие Трудолюбие Это то Что дает Человеку На самом деле Самое большое Количество Положительных Эмоций Если он Трудится Если он Получает Результаты Труда И если его Правильно Оценивает Общество Следующее Это Ответственность Про ответственность Я уже Немножко Говорил Вот И последнее Важное Качество Пятое Качество Это Самоутверждение Самоутверждение Это вещь Которая Человеку Совершенно Необходима Если он Творец Если он Что-то Хочет Создавать Он должен Обязательно Уважать Себя Чтобы Уважали Его Другие Есть Самоутверждение За счет Принижения Так сказать Других А есть Самоутверждение За счет Собственного Роста За счет Изменения В сторону Понимания Что такое Любовь Поэтому Нам Нужно В нашем Обществе Обязательно Заняться Делами Воспитания Особенно Воспитание Детей Но И Объяснять Людям Что Именно Вот эти Пять Качеств Являются Основой Творца Нового Мира Нужно Коснуться Того Метода С помощью Которого Мы Оцениваем Готовность Человека Перейти В Новый Мир Дело Что Современная Психология Которка Она Является Не столько Разрушительным Негативным Отрицательным То есть У него Должны Быть Отрицательные Эмоции Это Делается С помощью Нагнетания Страха Нагнетания Неуверенности В себе Тревоги И других Различных Отрицательных Эмоций Механизм Очень Простой И Очень Эффективный И Этим Механизмом Пользовались Во все Века Те кто Было Власти И те кто Управлял Человеком То есть Религией То есть Управляли Как бы Его Духовными Мирами Поэтому Каждый Должен Подумать О том В каком Состоянии Находится Его Душа И В каком Состоянии Находится Его Разум Потому Что Это Именно Те Две Составляющие Человека Как Такового Его Духовности Его Душевности Которые Определяют И Все Его Поведение И Его Состояния Ну и Естественно Результат Того И Другого Фактически Получается Так Что Все Мы Должны Подумать О своей Судьбе Подумать О том Каким Образом Мы Попали В то Положение В котором Мы Сейчас Находимся И Сделать Для себя Вывод Собираетесь Вы Что-нибудь Менять Или Вы Ничего Менять Не Собираетесь Вас Все Устраивает Фактически Нужно Понять Что Казнь Тех Кто Провинился Скажем Так Кто Воровал Кто Насиловал Кто Грабил Кто Убивал Кара Будет Очень Страшная Уничтожаться Будет Весь Род Вплоть До Того Любовники Любовницы Всех С кем Вы Имели Дело Все Вокруг Вас Если Вы Вина Будут Уничтожены Когда Серафим Саровский 200 лет Назад Сказал Что Больше Всего Крови Прольется На Казнях Вот Теперь Пришло Это Время Если Подумать Об этом То Можно Не Тактически Думать Что Я Сделаю Когда Начнет Все Меняться А Просто Взять И Изменить Себя Сделать Себя Таким Каким Нас Хочет Видеть Творец Верун Так Есть Несколько Вещей Которые Нужно Сделать В основном Все Эти Вещи Касаются Изменения Состояния Сознания Дело В том Что Человек Управляется Сознанием И Пока Его Сознание Забито Всякими Неправильными Чужеродными Программами Именно Рабскими Программами Вот Он Не сможет Вырваться Из этого Мира То есть Он Будет По-прежнему Сам Себя Загонять В стойло В которое Его Когда-то Поставили Для этого Нужно Сделать Во-первых Убрать Тех Управителей Которые И паразитов Которые Сидят На нем Сейчас Это Различные Демоны Различные Подселенцы И Просто Управляющие Программы Маги Которые Им Управляют Подключенцы Которые Просто Откровенно Сосут Энергию Из Из Чакр Человека Это Могут Быть Ближайшие Родственники Вот То есть Избавиться От всех Внешних Паразитов Потому что Они лишают Человека Энергии Которая Ему Нужна Для Изменения Себя Второе Что Нужно Сделать Это Нужно Посмотреть Нет Ли Зловредных Воздействий На Человека Как Кто Колдовства Маги Гипноза То То есть Все Вот Эти Вот Вещи И Последствия Даже Когда Скажем Они Когда-то Были Убраны Вот Могут Остаться Последствия От этого Все Это Тоже Нужно Обязательно С Человека Снег То есть Нужно Очищение От Внешних Воздействий Кроме Того Воздействия Могут Быть Со стороны Просто Окружающей Среды Скажем Наличие Патогенных Зон Наличие Воздействия Вот Это Тоже Все Нужно Обязательно Очищать Человек В сознании После Того Как Сделаны Вот Эти Две Вещи Значит Можно Заняться Изменением Или Очищением Его Кармы Что Такой Карма Карма Это Для Современного Человека Земли Фактически Повешенная На него Вина Со Стороны Тех Кто На самом деле Занимался Устройством Этого Мира Грабежом Насилием Здесь И боги И люди Вот И те люди Которые В этом Участвовали Это мы Очень часто Вот И Хотя Как бы мы Чужую карму Вроде бы Так сказать Отрабатываем Она не наша Нас заставили Жить В таких Условиях Нас заставили Грабить Убивать Насилов Но тот Кто это делал Тот Вложил туда Свою энергию То есть Любой человек Который Участвовал В этой Безумной Жизни Он Вложил Эту энергию И теперь Он ее Постоянно Носит В себе То есть Если вы Например Кого-то Убили Я Это Говорю Непредположительно На каждом Человеке На самом деле Находится Кровь Десятков Сотен Иногда И тысяч Людей И вот Эти все Энергии Которые В нем Сидят Они Как магнит Притягивают К себе Из внешнего мира Притягивают Точно Такие же Энергии И человек Фактически Бессилен Перед тем Злом Которое На него Все время Накатывается Как волны Дело в том Что большинство Людей Прожили Несколько Сотен Жизней И в течение Если вы Просто начнете Изучать Историю Вы увидите Сколько там Совершено Зла Спрашивается А кто это Делал А это Мы и делали Поэтому На каждом Есть Как я сказал Кровь Невидных Людей И вот Если Мы Говорим Только о Самых страшных Проявлениях О самом Большом Грехе Который У человека Может быть На самом деле Есть много Еще других Вещей Насилие Принуждение Которые Точно Так же Сидят В человеке Формируют Его Поведение Формируют Его Мысли Формируют Его чувства И вот Все это Нужно Очищать Не очистив Этого Вы не сможете Тостичь Тех Как говорят Вибрации Которые Необходимы Для Попадания В новый мир То есть Нас воспитывают Как раз Не в любви А в полной Противоположности И поэтому Нужно Посмотреть Кого ты вообще Любишь Вокруг Любишь ли ты Вообще Кого-нибудь Или для тебя Все безразлично Или для тебя Важно только то Какое место Ты занимаешь Здравствуйте У нас с вами Сегодня Очень интересная Тема для Обсуждения Называется Она Переход И связана Она с тем Что раньше Называлась Концом Света Существует Как бы Два Взгляда На Этот Мир Один взгляд Людей Которые Верят В единого Бога У которого Все под контролем Есть люди Которые Возмущаются Теми безобразиями Которые здесь Происходят И по их мнению Никаким Богом Патронироваться Не могут Получается Так Что Мы видим Действительно Вокруг себя Два Совершенно Разных Мира Первый Мир Это Жилой Мир Природы Который Действительно Живет По божественным Законам Который Действительно Находится Под контролем Содержителя И есть Второй Мир Который Существует Вместе С первым Это Мир Человеческого Социума Это Мир Вражды Мир Насилия Вот И Никаких Божественных Законов В этом Мире Нет Он Живет По Совершенно Другим Законам Как Это Могло Случиться И Почему Существует Два Таких Разных Мира Одновременно Потому Что Тот Мир Который Мы Называем Миром Паразитов И насильников Это Мир Паразитирующий На живом Мир Он Паразитирует Не Только На Живой Природе Он Паразитирует И На Тех Людях Которые Были Созданы Дворцом Фактически Получается Что И Землю И Этих Людей Грабят Спрашивается Кто Б Мог Это Сделать Оказывается Что Когда Мир Был Един И Действительно Управлялся Божественными Законами На Земле Но Этот Мир Был Захвачен Ну Скажем Так Чужеродным Разумом На Самом Деле Эти Силы Пришли Из Космоса Это Неземные Силы И Установили Они Здесь Свои Собственные Порядки В Результате Человеческой Цивилизацией Не Является Самой Сильной Цивилизацией Которая Существует На Земле Есть Цивилизации Сильнее И Мы Находимся Практически В Рабстве Это Нужно Понимать И Тот Кто Не Хочет Этого Понимать Тот Не Понимает На Сам Деле Той Ситуации Которая Сложилась Потому Что И Вот Этот Процесс Уничтожения Старого Мира И Естественно Строительство Нового Мира Который Должен Его Заменить Мы Называем Переходом Получается Что Силы Космоса И Вседержитель Заменили Конец Света Которому Шло Человечество И Продолжает Собственно Говоря Идти Потому Что Это Путь Самоучтожения Вот Было Заменен На Переход В Тот Мир В Котором Должны Господствовать Божественные Законы И Где Главным Законом Будет Закон Любви То Это Мир Любви И Мы Конечно Должны Были бы Попасть В этот Мир Если Бо Мы Могли Дело В том Что Система Безопасности Нового Мира Или Иммунная Система Поскольку Это Живая